Коллеги, добрый день! Мы начинаем новый плейлист по интеграции внешнего кода в MATLAB и давайте поговорим, зачем нам это может понадобиться. Ну, во-первых, у нас есть много старых наработок на разных языках программирования. Мы хотим их переиспользовать, но мы не хотим писать код на MATLAB заново. Затем у нас есть внешние инструменты, которые обладают собственным API и которые мы хотим использовать в MATLAB. Ну и, наконец, есть нестандартное измерительное оборудование, которое не поддерживается в MATLAB при помощи Instrument Control Toolbox или Data Acquisition Toolbox и мы хотим его использовать. Примером такого оборудования, например, является L-Card. Сама по себе интеграция внешнего кода в MATLAB может быть как и очень простой, как в случае с Java, DLL и Python, так и требующий определенных усилий, как, например, работа с .NET-сборками или COM-объектами, или, может быть, достаточно сложный, как, например, написание МЕКС-оберток или интеграция кода FORTRAN. И, несмотря на то, что это слишком хорошо звучит, есть определенные проблемы. Ну, например, производитель DLL может дать вам просто DLL без хедера. Такое бывает. Затем определенных усилий требует написание обертки МЕКС над существующим C++ кодом. А затем у нас есть еще в DLL-ах, в внешнем коде, ошибки в среде исполнения. А в случае с DLL или внешними библиотеками Python может случиться следующее, что одна библиотека ссылается на другую, которая ссылается на другую библиотеку. И так может быть до бесконечности, и это называется Dependency Hell. Ну и, наконец, FORTRAN. FORTRAN достаточно старый язык, мало кто его уже знает, поэтому тот процесс, который я буду предлагать в отдельном видео, требует понимания работы компиляторов. И начнем с самого простого, работы с DLL-библиотеками. Как я уже говорил, внешний DLL к MATLAB требуется подключать. В случае работы с драйверами нестандартных устройств, или у вас есть какая-то библиотека предприятия. Но здесь есть небольшие замечания, что для подключения библиотеки вам понадобится установить поддерживаемый компилятор. Это может быть MinGV, который в MATLAB идет как отдельный пакет поддержки. Это может быть Visual C++ или Intel компилятор. А если вы работаете в Linux, то вам потребуется GCC. Давайте посмотрим, например, работы с DLL. Чтобы работать с DLL, нам потребуется сначала ее загрузить в MATLAB. Однако здесь существует небольшая тонкость. Если мы уже загрузили библиотеку при помощи команды loadLibrary, то при повторной загрузке возникнет ошибка. Поэтому мы оборачиваем вызов loadLibrary вот в такую конструкцию. Команда libisloaded возвращает нам значение истина, если библиотека уже загружена. Загружаем библиотеку. И теперь мы можем посмотреть, какие внутри нее есть функции. И вот такая команда под названием libfunctionsView нам на самом деле очень полезна, потому что мы видим, какие типы данных каждая функция использует для входных аргументов и какой тип данных будет у нас на выходе. В общем случае мы можем вызывать команду col-lib, чтобы работать с библиотечными функциями. Но есть несколько особенностей работы данной команды. Во-первых, если наша библиотечная функция принимает как аргумент структуру, то требуется создать изначально входную структуру в MATLAB, как я делаю это на строке H6. Мы можем посмотреть на код вот этой функции addStructByRef и обратиться к этой функции из MATLAB. Чуть более сложный процесс это работа с функциями, которые принимают в виде аргумента указатели. В случае работы с указателями мы не можем просто в качестве входного аргумента передать некое значение. Мы сначала должны создать в MATLAB специальный, если так можно выразиться, мета-указатель при помощи команды libPointer, как я делаю на строке 9. И только потом вызывать библиотечную функцию и передавать ей на вход указатель. Давайте посмотрим на код вот этой функции и запустим ее. И, как вы видите, работать с DLL в MATLAB в общем случае очень-очень просто. Ну а после того, как мы поработали с DLL, получили необходимые данные, выполнили необходимые расчеты, надо не забыть выгрузить эту библиотеку. В следующих видео мы будем двигаться к более сложным методам интеграции. Если у вас есть какие-то идеи по интеграции внешнего кода, напишите их в комментариях. Спасибо за ваше внимание.